Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить фрикассе. Начнем, пожалуй, с технологии приготовления. Нам понадобится для работы куриное филе, репчатый лук, болгарский перец. Все это мы будем обжаривать, потом заливать сливочками и тушить. Поехали! Нарезаем куриное филе. На одну порцию нам понадобится где-то грамм 100-120 филе. Примерно на такое же количество нам понадобится овощей. Нам понадобится хорошо разогретая сковородочка для этого, поэтому ставим ее заранее, пока нарезаем ингредиенты. Все ингредиенты мы закидываем в сковородочку одновременно. Куриное филе у нас готовится быстро, и для того, чтобы остальные овощи хорошенько прожарились, все это делаем сразу вместе. Будем использовать оливковое масло для обжарки, и добавим немножечко сливочного масла в самом конце, перед тем, как залить сливки, для того, чтобы блюдо было мягче по вкусу. Так, овощи у нас нарезаны, наливаем в сковородочку оливковое масло. И отправляем наши ингредиенты на обжарку. Мы будем использовать также, конечно же, соль и перец. Лучше перец использовать свежемолотый, либо, как будем использовать, дробленый. Очень удобная на кухне вещь ступка. Ее недооценивают и забыли уже, скорее всего, многие люди. Но аромат свежедробленого перца гораздо насыщеннее, приятнее, чем уже готовый молотый перец из пачки. Поэтому мы будем добавлять его. Даем обжариться нашим продуктам. Добавляем соль. Добавляем наш дробленый перец. Все это, конечно же, по вкусу. Добавляем сливочное масло. И даем нашим ингредиентам хорошенько обжариться. Будем использовать сливки жирности 22%, так как они хорошо загустеют у нас и дадут сливочный нежный вкус. В принципе, можно вместо жирных сливок использовать молоко, но для того, чтобы блюдо у нас стало нежной и шелковистой консистенции, нам нужно будет добавить в блюдо ложечку муки. Обжарить ее вместе с овощами и курицей и добавить молоко. Перемешать хорошенько, молоко загустеет, и будет у нас тоже хороший сливочный соус. Но при этом нужно добавить сливочного масла чуть-чуть побольше. По времени для приготовления фрикассе нам, в принципе, достаточно минут 15. Если у вас хорошо разогретая плита заранее, минут 15 будет достаточно. Куриное филе жарится быстро. Если овощи будут немножечко хрустящими, ничего страшного, это даже лучше, так как там останутся и витаминки, и, в принципе, на вкус они будут гораздо приятнее, чем разваренные овощички. Наши ингредиенты обжарились. Сейчас добавим туда сливочки наши. Сливок добавляем по вкусу. Кому как больше нравится. Если хотите не такой жирный, то, как уже ранее говорилось, можно добавить молоко с мучкой. Минутка-полторы это дело все тушится у нас и готово. Классический фрикассе подается либо с пюре, либо с рисом. Мы будем подавать сегодня с рисом. Почти готово все у нас. Берем наш рис, гарнируем блюдо, выкладываем все, чтобы наш соус пропитал рисок. Украшаем свежей зеленью, салатиками. Можно использовать какие-нибудь милые травки. Мы, например, добавим тимьян, чтобы это у нас все элегантно смотрелось. Вуаля, все готово. Приятного аппетита!